Заселение студентов стало более удобным и мобильным. Специалист по работе с молодежью Павел Мякишев создал систему общежития, благодаря которой процесс заселения перешел в онлайн формат. Идея пришла в сентябре 2019 года, когда я увидел, какое большое количество студентов подает заявление и как этот процесс долго происходит. Ну и также я увидел большое количество публикаций в СМИ, где было опубликовано, что слишком долгое заселение. И тогда мне пришла идея создать такую СРМ-систему, в которой сотрудники и студенты могли бы легко подать заявление и эти заявления легко бы обрабатывались. Возможность подать заявление на заселение онлайн появилась у студентов еще 1 марта. Напомним, именно в этот день начинается прием заявлений и продолжается он до 20 мая. Первое, что необходимо студенту, это зайти на сайт в личный кабинет 1 марта и подать заявление. Все, что необходимо, это зайти, указать данные своих родителей и указать данные телефона родителей. Все остальные данные интегрируются из системы студент, которые уже есть в системе КФУ, после чего заявление подано. Далее заявление обрабатывается жилищно-бытовой комиссией и попадает в электронный документооборот, после чего данные студента прикрепляются к приказу. Важно, что вся процедура выполняется не выходя из дома, что особенно актуально во время пандемии. Экономится время, экономится бумага в большом количестве. Сейчас на данный момент экономится, наверное, около 2-3-4 недель у заместителей директоров по обработке заявлений. Также студенты могут видеть статус своего заявления, сотрудники могут видеть, какие студенты заселены в общежитии, какие переселены, какие еще не дошли до заселения, какие уже были выселены и так далее. Далее проект будет только совершенствоваться. Мы хотим на эту основу, базу, добавить уже такие модули, как обходной лист при отчислении, при окончании университета студентам, обходной лист ежегодно при сдаче общежития, то есть это большое сокращение документации. Также для будущего комфорта студента будут добавлены специальные опросники. При выселении, чтобы студент отвечал, как ему прошел год, то есть что улучшить, ну элементарно мы будем получать фидбэк. При заселении, то есть чтобы студенты указывали, ну допустим, курит студент или не курит, слушает он музыку громко или не слушает, ложится он до 12 или после, такой опросник поможет сократить количество конфликтов в общежитиях, то есть студенты уже будут попадать с теми студентами, которые им интересны. В числе будущих разработок и онлайн оплата за проживание в общежитии. Кроме того, планируется расширение системы на общежитии Казанского университета в Елабуге и в Набережных Челнах. Диана Желенкова, Ленартов Литьяров, Универ Ньюс.